Белоруссия по количеству памятников Ленина на 10 тысяч населения занимает первое место в мире. — Это точно? — Нет, это традиция, что, собственно говоря, там название, оно такое было в программе «Закобыисты». — Вообще, это Ярослав Вячеславович, он пишет очень интересно, потому что я иногда читаю, что он пишет, скажем, страница 103. — Западные мейнстрим-интеллектуалы, высокомерные трусы, лицемеры и часто подлецы. — Правда, все? — Все. Вы знаете, высокомерные лицемеры, высокомерные лицемеры. Надо сказать, что то, что мы обсуждали, это были результаты социологических исследований. Поэтому не надо к этому относиться очень-очень серьезно, потому что любое социологическое исследование, оно обладает наряду с достоинствами, совершенно уникальными недостатками, которые трудно даже представить себе. А так как они лицемеры и лицемеры, то чего вообще о них говорить? — Поэтому я хотел бы с вашим участием порассуждать о том, что такое современный мир. Вообще от этого можно обстрадить. Это вроде как где-то далеко. И, на мой взгляд, чем дальше мы от Беларуси уходим, тем, может быть, для нас будут более важными некоторые выводы, которые можно сделать о современном развитии. Ну, надо обратить внимание, кем мы были. Это фотография из моей юности, Германская демократическая республика. Это вот ребята мои ровесники. Так они готовились к будущей жизни. Вы видели такие фотографии? — Нет. — И не увидите. Потому что... — Это военный городок, да? — Военный городок. — Нет. Это вообще на уровне где-то Мюнсдорф. Это все ГТР, воинская часть, там парады, которые делали, и детей готовили, и прочее, так сказать. Да, Владимир Николаевич, знаете, когда мне было лет 14-15, у меня было любимое занятие — это сидеть в танке Т-55. — То есть вы учились в одной школе? — Да. — В Германии? — В одной школе. Вот следующий танк, там Владимир Николаевич. А что вы хотите? Это наше прошлое. — Вы знаете, это наше настоящее. В этом году то же самое были парады с детьми, которые были одеты в военную форму. Коляски, которые были одуражны, да, и танки. Это ужасно. Но все это не просто, это реальность. — Не, ну сейчас сделайте такой парад, впустить впереди. — Я извиняюсь, такой парад был в этом году. — С какими танками? — Коляски были переделаны, ну, загруппированы вот какие-то танки. — Был такой парад в этом году. — Понятно. — Когда в Беларуси наступает время дня освобождения, я на это время уезжаю вообще из Беларуси. Потому что как-то я там был, и шли колорды техники, автомобили, и там на них стояли унитазы. — Один у вас это был? — Да? — Они осознали. — За меня это охватило, в принципе. Там еще каменщик делал плацу кирпичную. Ну, страна такая. Понимаете? Такая страна. — А вы говорите… — Да, точно. Вам лишь коровку подать. — Значит, несколько слов о том, что мы вообще представляем сейчас, вот как некая биосоциальная общность, какие этносы Беларусь, не Беларусь, да? Вообще китайцы могут скоро быть, нет? На сегодняшний день в Беларуси, в мире 7 миллиардов 700 миллионов человек. Где-то допустимая величина считается будет до 15 миллиардов на северенеземного шара. Потом она будет уменьшаться. То есть, вообще-то этим занимается демографа, занимается математика. И я даже надыбал формулу. Математики построили модель, там, низкое уравнение, которое дает точное описание, как высоко будет людей на северенном шаре. Значит, вот под эти 7,7 миллиардов, в общем-то, наибольшая часть пока китайцев. Видно, да? Ну, вообще китайцы, даже когда я там работал, это было еще в начале 90-х, Ну, они сами говорили, нам трудно посчитать, это где-то миллиард 300. Миллиард 300 миллионов, может быть, миллиард 350 миллионов. Вот, и это первый момент. А второй момент, то, что китайцы все время ждали, когда Индия опередит по количеству проживающих в стране, опередит китайцев. Вот, для них это был очень важный момент. Ну, по той статистике, которая вот сейчас дается по линии ООН, значит, следующее – это хиндустанцы, но их можно считать практически часть и населения Индии. Потом почему-то пишут об американцах. Вот американцы как этносы. Ну, есть много ученых, которые считают, что это неправильно. Такого этносы нету, но американцы считают, что это так. То есть у них, в отличие от нас, в общем-то, другая система, образующая политика. То есть у них политика общего котла, половинного котла. Вот в чем была ошибка в развитии СССР? И заставление вот это, развитие этой идеи автономных республик, национальной автономии, сохранения национальностей как таковых. У меня был такой друг, он работал в Парижском институте восточных языков и цивилизаций, с жанрами, это внук Анны Зеверс. Когда началась перестройка, он уехал из Парижа и приехал в Советский Союз с тем, что бы извещать, что происходит. На его взгляд, вообще вся национальная политика была неправильна, потому что она должна была привести к развалу СССР. И такой начальной точкой бифуркации этого развала, некоторые специалисты считали увеличение удельного веса мусульман в населении СССР. Где-то к 2000 году эти прогнозы делались в 70-х годах, ну я их помню, так сказать. Считалось, что это будет той точкой, которая начнет разворачивать Советский Союз в какую-то другую сторону. И с 2000 года вполне можно было ожидать, что начнутся серьезные перемены в СССР. Ну или на территории сейчас, особенно территории СССР. И дальше, конечно, ситуация развела, ну русских 146 миллионов, кто хотел бы, бразильцев меньше, значит и японцев меньше. Но небольшие такие народности, как ликанцы, плинганцы, мексиканцы, немцы попали, вы понимаете? Немцы тоже попали в это число. Небольшая этническая группа. А, кстати, для среди американцев самая большая этническая группа какая? Испанская. Ну, если наши, не вашингтонской лексикой пользуются, а немцы. Немцы, немцы, немцы. Вы думаете, а чего американцы так развиваются? А немцы, вот немецкие мои коллеги, профессора, когда я работал в Германии, я работал в Бруннер, в Бруннер-Лёшнефокшу, высшая экономическая школа в Германии. Потом у меня года три была ставка исследовательского профессора в университете Халли. Вот. Они меня убеждали, что сами немцы, они едва ли бы что подняли. Им помогло то, что во Франции происходили религиозные конфликты, и часть французов перебралась в Германию. Они практически, эти французы, создали немецкую экономику. Немцы сами бы ничего не создали. Ну, кроме кровяной колбасы и что еще там? Пиво. И пиво. Пиво, да, это, так сказать, неоспоримо. Итак, а что будет вот со всем этим человечеством? Где на первом месте идут китайцы? И плюс к этому, если мы возьмем примерно, скажем, оценку траектории развития, экономического развития Китая, то он сейчас идет на второй позиции после США. И, очевидно, те оптимистические расчеты, которые делают сами китайцы, это где-то после 22-го года они будут выходить на первую позицию. До этого времени они, кстати говоря, там не очень-то претендуют, никуда не лезут особенно, придерживаются нейтральных позиций. А разыгрывается такая карта, собственно говоря, США, Китай и СССР. Россия, конечно. Как произойдет в этом треугольнике общая конфигурация стратегическая. И, естественно, каков будет военный потенциал. Китайцы всегда хотели иметь с нами общую военную политику. Я еще помню, в 60-е годы он жил за границей. И тогда мой отец, он был командиром отдельного полка. И он приходил и говорил, что вот в них проходили, так сказать, обсуждения. Такие политические, ну как политические, их и информировали. Собственно, Генштаб и информировали ЦИГА, что есть предложение со стороны Китая в 60-е годы начать войну мировую. Русские участвуют своим ядерным оружием, а китайцы своими штыками. Ну, забросают, собственно говоря, Америку ядерным. Потом китайские воины победоносцы с криками за МАО, за социализм, за коммунизм. Они будут идти впереди всех этих колонок. Я говорю, ваших не надо солдат, мы не будем трогать. Это будет совсем другая война. И когда началась ситуация на Кубе, потому что, в принципе, это было уже практически начало войны, по большому счету. Вот. Кубинский кризис. А я в это время жил с родителями в Берлине. И была возможность, там, хорошо работает западно-германское телевидение в то время, смотреть, как перемещается этот дизель-электроход «ОП», на котором везли ракеты. Везли ракеты и, так сказать, там все каждые 15 минут. То есть все сидели и ждали, что вот-вот. Ну, конечно, нашего пошли бы там, в Европу взяли бы за три дня максимум. Это точно так сказать. Вообще за две недели могли взять. Ну, вот у меня такое детство проходило, что вообще-то война, это могла быть совершенно реальность такая, которая, в общем-то, произошла бы. И вот это противостояние, оно не закончилось. А даже вот на сегодняшний день, мне это интересно вспоминать, вот такая была фраза у Мао Цзэдуна. Он высказал так, что «враг сам по себе не исчезает». Вы просто подумайте. Враг, если у вас есть враги, они сами по себе не исчезают. Ну, конечно, можно взять такую психологическую, так сказать, доминанту, что если очень долго сидеть возле реки, то какое-то время будет проплывать труп-трупового города. И на сегодняшний день вообще-то ничего не изменилось, в принципе. То, что касается СССР, да, развалился успешно и прочее. Китай на основании опыта Советского Союза провел все измерения границ, этнических границ, границ регионов, чтобы быть готовым к возможному развалу Китая. Я, когда работал в Китае, где-то примерно чувствовал, что Китай может развалиться по принципу шоколадки. То есть вот есть линии разлома в стране, особенно по этнической и другой компоненте. Вот по уровню жизни, так сказать, по психологическим параметрам это могло произойти. Но китайцы подготовились. Они в этом плане оказались молодцы. То есть они спрогнозировали возможные последствия развала СССР на китайской территории. Поэтому они были противниками перестройки Горбачева. Скажем, к концу 80-х годов самый популярный политик, который был в Китае, это был Горбачев. Особенно китайские студенты, они все восторгались с Горбачевым. И он как-то туда приехал. Но китайцы поняли, что это очень опасно. Государство может быть разрушено. Поэтому, когда вышли на демонстрации на площади Тианин Мэй студенты, вы, наверное, не помните это. В 89-е годы. То это была не демонстрация студентов. Это было выступление всех интеллигентных, умных китайцев против этой власти. Хотя до этого времени в Китае были сделаны важные вещи. До 89-го года, у них в конце 70-х годов, они избавились от вдовы Мао Цзэдуна и ее родственников. Это называлась борьба против банды четырех. И они их убрали. Ну, некоторые пишут, что возили там по провинциям Китая в железные клетки. Их показывали. Я не видел, не могу утверждать. Но сами мне китайцы рассказывали, что когда они банду четырех скинули, то китайцы выходили на улицы, плакали, целовались, так сказать, там пускали какие-то свои иллюминации и прочее. Это была всенародная радость. И на вопрос, почему у нас плохо идут реформы, у меня есть готовый ответ. Потому что мы банду четырех не уничтожили. Понимаете, банда четырех осталась в разных интерпретациях. Поэтому сразу надо обратить внимание. Ну и дальше, если смотреть на то, кто будет представлять, какие стратегии будут представлять собой будущее, то, конечно, американцы понимают, что им будет очень тяжело. В принципе, поэтому Трамп появился в Волгиме. Потому что основной розум Трампа – это, в общем-то, сделать опять Америку великой. Великой. Я представляю, молодежь выходит с транспарантами на Фейсбуке, да? Или где-то еще. И сделаем Беларусь опять великой. А? Каково? Сделаем. Только опять. Поэтому Трамп совершенно четко, в общем-то, увидел эту важнейшую проблему. Потому что в материалах 25-го съезда, Галина Ивановна, если вы помните, а вы обязаны помнить, как геоцентр истории КПСС, там писали так – в мировой экономике 40% страны социализма. Там чуть больше 40-42 или сколько – это страны капитализма, и остальное – развивающиеся страны. То есть вообще успех был колоссальным. Социалистический мир – 40% мирового ВВП, мирового производства. Там продавал ВВП они не употребляют. Но при этом наши экономисты, политологи, которых не было тогда, но которые вообще-то были, они всегда подчеркивали, что в США половина ВВП создается за границей. То есть не на территории США, а в других странах. И дальше следующая строка – это как раз и раскрывает империалистическую, хищническую сущность капитализма американского. И Трамп – вот то же самое. Ведь, ребята, слишком много ВВП за границей создаётся. Всё возвращаем всё в США. Так же вернутся в США. Поставить стены. Сделать опять Америку великой. И я думаю, что вообще-то по реальным результатам он много делает. И, в принципе, американцы могут им гордиться. Потому что он сломал вот эту, так сказать, виду традиционную, которая жила представлениями либерального типа. Понимаете? Вот либералисты они, вот эти женщины, жены президентов и все остальные. И вот здесь Ярослав попал в точку. Он сказал, что западные интеллектуалы – это высокомерные лицемеры и часто подлецы. Ну прямо как у Трампа, понимаете? А у нас, кто, интересно, лицемеры подлецы? А нам нельзя такие прямые аналоги, Леонид Федорович, проводить. Там, сделаем Стамбуллигой, а у нас родной угол. Все магазины по всей стране называются родным углом. То есть родной углом. Стань в угол. В родной угол. Иди купи водку. Куда? В родной угол. Всё в угол. Куда-нибудь везде угол. Поэтому нам как-то надо с волна голову переворачивать американцы. Ну, видите, у меня есть такая дурная привычка есть. Я часто выезжаю за пределы Белоруссии. Совершенно идиотская привычка. Как писал один журналист, что тяжелая судьба журналиста 26-й раз забросила меня в Париж. В советское время было такое. Я выезжаю, потом приезжаю. Я прохожу в вокзальную площадь внизу. Там, пожалуйста, майонез на яйцах. Я спрашиваю, у меня нет на подбородке майонеза? Нет. Речу, пишите, что он там где-то должен быть. Дальше. Хрен боярский. Нет, я вам рассказываю. Я приезжаю, я забыл, что, где я нахожусь там. Хрен боярский. Майонез на яйцах. Это воспринимают. Вы же по-другому принимаете, правда? Яйца молодецкие. Конечно. Яйца куриные. О чем вы говорите, называется яички. Я не сказал. Яйца. Ну ведь как. Опять же, чтоб любить Белорусскую, треба в розных краях побывать. Ну, побываешь, а потом начинаешь так любить. Дальше нету. И приезжаешь, а тут тебя журналисты спрашивают. Леонид Федорович, что такое, вот сказать, лукашинского зарплата должна быть терпимая, потом достойная и какая-то еще. Ну, это новые термины. Можно добавить, зарплата должна быть очень терпимая, вельми достойная и такая-такая вообще. Сколько это в граммах? Да. И, понимаете, а журналисты это, в общем-то, обсуждают. Обсуждают тогда, когда ВВП прирост составил 0,9%, а зарплата реально увеличилась на 7%. И меня спрашивают, а вот терпимые. Я говорю, ребят, ну почему здесь терпимые? Вы вообще идиоты. 0,9 вырос пирог, а ложек раздали на, там, на 12, наверное, если номинально смотреть больше. Ребят, а как вообще, вот если бы женщина такое сказала, вот сделай обед на 1% больше, а мы будем журжать на 19% больше, да? Как, это можно? Конечно, Оля, можно. Можно, если добавить воды туда. Этот супчик, может быть, есть. Поэтому как-то это все проходит, проходит, проходит. Вот. И, в общем-то, лучше, как только видишь, что это говорят очень часто, тогда бери рюкзак и, так сказать, в аэропорте или на вокзал и едь туда, где это не пишется, не говорится. Абсолютно. Потому что иначе можно стать, я это уже стал употреблять, как некую, так сказать, собственную пословицу, что детям объясняю, молодым ученым, аспирантам, доцентам и при помощи к ним профессорам, что пункт первый. Старайтесь не работать по найму. Ибо никогда не будете богатым. Так же, Ярослав Всеволодович? Так же, согласен, да. Вадим Николаевич, так же. Тоже. Наемные работники не в одной стране, они не могут быть богатыми, так? И пункт второй. Ребята, старайтесь не жить в одной стране, потому что будете однополистыми идиотами. Ну, всего лишь 5% населения уезжает за пределы Беларуси и куда-то там подальше. Поэтому их можно отнести к некой, так сказать, критической мыслящей прослойке. Вот. И мы живем в своей собственной... У меня был один друг, философ, и он все время ознакомился с девушками и говорил, он придерживался концепции координированности и дискоординированности человека. И он говорит, вот я считаю, что левая рука может жить своей жизнью, правая нога своей жизнью. То есть все в человеке может жить своей жизнью, надо чувствовать это. Вот. И здесь в этом отношении я хочу сказать, что мы тоже. Левая рука правительства живет своей жизнью, бизнес живет... А бизнес что это? Правая нога, левая нога. А майонезные яйца? А... понимаете? Вот. Поэтому правительство... Что такое правительство? А что такое правительство? Это просто группа наемных людей, которые принимаются на работу для оптимизации процесса развития страны. Только и все. Вы понимаете, хорошее правительство никогда никакой ответственности не несет. Оно всегда сбагрит, так сказать. И прикладывает. Могу привести пример. И вот создали общественно-консультативный совет при администрации президента. Это была яркая такая вспышка демократизма Макея. Это любимый друг Вадима Николаевича, так сказать. Полковник... Он Грунг, да? 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 И Макей... Макей вел заседание нашего совета, и кто-то предложил, по-моему, кто-то из бизнесменов сказал, давайте пригласим на заседание совета премьер-министров, и кого-то из министров. Чтобы они нам рассказали, мы могли понять, что они делать собираются, как и где. И Макей тогда, будучи главой администрации, он сказал, ну, дорогие мои, мы их пригласим, они же ничего не... Они же вообще будут рассказывать, что у нас все хорошо. Это он глава администрации нам рассказывает, что все будет хорошо, вы там ничего не получите, абсолютно. С ними невозможно вообще разговаривать. А когда Лукашенко стал президентом, то у него был экономическим советником мой коллега, Петр Андреевич Капитула. Ну, интеллигентный человек, порядочный, поэтому быстро ушел оттуда, потому что другого быть не может. И я ему говорю, Петр Андреевич, ну что-то мы ребята какую-то фигню вытворяли там, что-то, они хоть понимают там, какие макроэкономические параметры, как это все может идти, не идти, куда вплыть. А говорит, Дмитрий Алексеевич, ну, ты же знаешь, ты же знаешь, какое у нас правительство. Я говорю, а какое, в принципе? Вы же его назначаете, какое правительство. И вот он остается до сих пор. А природа, она свое взяла. Вот по первым буквам фамилии наших премьер-генистов, Чигиль, Линк, Ермошин, Новицкий, что получается? Чигиль, Линк, Ермошин, Новицкий. Включается член. Вот так объективно, так сказать, оно как-то, что у нас с правительством? У нас с правительством полный. Вот. Не я это придумал. Не я придумал, так сказать, и есть такие идентификации. Вот. А теперь, все-таки, что? Вас это радует? Ты кто? Я член правительства. А ты кто? А я просто. Вот. Поэтому в вашем мире сейчас будет происходить цивилизационный сдвиг. Собственно говоря, это мое видение. Я не претендую на некую всеобщность. Просто поделюсь с размышлением. Ну, первое, это финиш глобализации. Все, глобализация, я вспоминаю 70-е годы, проекты, были там. Ребята все писали, ученые, демографы, политологи западные, что идет глобализация, все мир. Тут Михаил Сергеевич, где-то его жена сказала, Миша, он что, Раиса, ты знаешь, я вот прочитала у Дерендорфа, что вообще-то, он не писал Дерендорф об этом, а Белла, а Белла не писал. А кто писал? Ну, Гелла бы что-то писал, что мир идет к глобализации, идет к мировому правительству. А он говорит, Раиса, ну раз так, так давай я начну движение к мировому правительству. Горбачев, он выступил с точки зрения, скажем, артикулирования неких таких далеко идущих замыслов, он выступил более ярко, чем все остальные. Это все было, это было время оптимизма и прочее. Мне тогда это нравилось, я думаю, вот ничего. Потом я приглашаю на лекции директора Центра общественных наук Московского университета Юрия Михайловича Осипова. Кстати говоря, Андрей Ларионов писал диссертацию тоже по аналогичной теме, то есть он где-то, так сказать, теоретический ученик Осипова. А Юрий Михайлович говорит, ты знаешь, что был я вот, пригласил ко мне, пригласил меня Горбачев. Ну тогда еще время перестройки было, где-то 80-е годы, Юрий Михайлович профессор хорошо знает, так сказать, механизм, экономический механизм государственного монополитического капитализма, а вообще человек одаренный. И говорит, я четыре часа рассказывал Горбачеву, что и какие вещи надо делать в советской экономике. Четыре часа рассказывал. Он говорит, так, слушал, с таким интересом, а в конце спрашивает, Юрий Михайлович, а кто это все должен делать? Ну тут все, говорит, это был финиш, я уже, конечно, уже ничего не мог, из этого ничего не получит. Так вот, финиш глобализация, ну, собственно говоря, она прошла, пролетела, как песни поют, как каравелла, где-то глобализация, все. Тут появились наши чипсы, появились пепси-колы, появились кока-колы, началась братания белорусского, американского бизнеса, и началась эпоха вот таких, так сказать, оптимистичных вещей. Ну, помимо нас действуют и суровые законы, так сказать, экономики. То есть, в принципе, если посмотреть с теорией факторов производства, с теорией, там еще Адама Смита, которая идет, то, в принципе, факторный анализ переводит к тому, что становится главным источником производства доходов, прибыли, ВВП, человеческий капитал. Ну, что роботы? Ну, что роботы сделают, если вы ему не вложите программу, которая будет, например, напоминать? Вы понимаете, вот в Белоруссии будут делаться роботы, которые будут полностью выполнять все указания президента. Они будут мыть коров, они будут искать, кто убил 80 тысяч коров, или там свиней, или как их там, Варина, не помните, как? Коров 11 тысяч, а свиней 8 тысяч, если я не ошибаюсь, исходя из Турбая информации. Нет, ну, Турбай, пускай остается тут, там, с Баем, да, а Лукашенко назвал 80 тысяч. Значит, он знает толк коровы, судя по всему, я поражаю, вот, а население у нас уменьшилось на, каждый год уменьшается тысяч на 40. Вот, это, конечно, нехорошо, почему коровы и остальные копытные депарды, они как-то из Белоруссии исчезают быстрее, чем люди. Вот, это серьезная проблема, и уже надо заниматься, так сказать, и не будет. Ну, ни одна корова не эмигрировала, они здесь все остаются, так сказать, вот, в отличие. Если им плохо, можно было бы сделать какой-то день коровы, скажем, вот, чтобы она выбирала себе хозяйство вместе с доярками, представляете, такую биржу делать, доярочно-коровочную где-то. Вот, а еще более важная вещь, это окончание углеводородной дыры. Ну, скажем, наши любимые грузины, кто из наших женщин белорусских не любит грузину, поднимите руку. Все любят, правильно, грузины. Они сейчас строят завод по производству электромобилей на 40 тысяч машин в год. Грузины строят завод электромобилей. Еще раз повторите, грузины производят электроавтомобили. А белорусы что производят? Ну, производят китайские машины, так сказать. Вот, и мы довольны этим. А ситуация-то идет к тому, что электротранспорт, это будет колоссальнейшее поле конкуренции. И здесь я купил своему сыну где-то года два назад электросамокат. И когда он выезжал в город, то дети останавливались, цепенели, поворачивали, смотрели, пока он не исчезнет. Родители не понимали, в чем дело. А, ну, мальчишка едет на электросамокате. Сейчас уже носятся на электросамокатах туда-сюда. Вот эту нишу можно было делать в Беларуси. Сначала электросамокаты, электровелосипеды, что еще. И хотя бы в этом как-то забить какую-то, так сказать, нишу. А грузины уже вот 40 тысяч электромобилей в год будут выпускать. И они планируют продавать их и в Беларуси тоже где-то. Ну, словили тенденцию, да. А нужна ли будет белорусская нефть через 25-го года? Распятцы блюды для полимера, для другой нефтихимии, не для бензина. Оптимизм какой, молодец. Нужна. Может, мы к тому времени кушать, и вместо даряй? Да. Да. Ну, вообще-то, вся нынешняя стратегия Беларуси строится на умлеводородной основе. То есть, это два завода по переработке. Беларуси необходимо внутреннее потребление 7 миллионов тонн. Мы закупаем два завода, потенциальная их мощность 30 миллионов тонн. Мы закупаем 22 примерно, и на этом делаем счастливое детство всей стране. То есть, если этой нефти не будет, то практически сразу начинается, ну, такая какая-то каша. Тут непонятно, что будет развиваться, что будет идти, так сказать, куда это все. Ну, это уже для такой проработки, так сказать, далекой. Но на самом деле, на самом деле, действительно, у нас, кстати, есть уже продвинутые места, я вот был в Гродно. В Гродно есть заправки для электромобилов, прямо возле стадиона. И что интересно, заправка там бесплатная. Вы понимаете, для беларуса, который очень любит все бесплатное, это то, что надо. Вот. И, собственно говоря, на заправках у нас немного, только, по-моему, по трассе. А в соседней Литве там уже масса, на всех заправках стоят эти самые штанги, стоят электротрансформаторы, как они называются. Вот. И, собственно говоря, электросамокат. Вы выходите из дома, ваш ребенок садится на электросамокат, они делаются даже с этими соединениями, так. Жена садится на электросамокат, да? А зачем им больше? Не надо. Так же? И с коляской. Да. Кстати, есть трехколесные, есть еще электрические самые, такие велосипеды, которые с этим, с крышей там. Вообще такая фантастика. Я посмотрел это. Просто классно. Вот. И, значит, а вы садитесь в электромобиль, подъехали, деньги тратить на заправку не надо, бензин покупать не надо. На полотский завод встал, рабочие вышли и покупать себе электросамокаты, чтобы разъехаться из этого города куда-нибудь подальше, да? Вот. Что будет происходить где-то в видимом горизонте? Это формирование новой экономики, где главным создающим фактором является архивный ресурс. Человеческий ресурс, чельский капитал. Вот. Это абсолютно будет. Даже нечего сомневаться и где-то там, как там Лукашенко. Ну, он интересный, как он хочет, понимаете? Он хочет что-то такое сделать серьезное, чтобы коровы не умирали, чтобы там... Кто еще? Чтобы люди получали терпимую зарплату. Терпи, зарплата терпимая у тебя, терпи, так и прочее. Вот. И... А тут, знаете, прошел чельский капитал, а он вообще из Беларуси уезжает. Это экспортная позиция. Уходит, уезжает. Я посмотрел, был деканом экономического факультета в Ягу и посмотрел потом на своих студентов. И студенты, девочки все на 90% живут, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Исландией. Они все вышли замуж, вот. А мальчики там процентов 70 уехали. То есть вообще, так сказать, молодежь не особенная. Где-то... Как это, бродный кут? Не прет она бродный кут, понимаете? Не случается. Не хочет, не хочет. Вот. Дальше. Что будет дальше? А дальше начинается вот то, что говорят военные. Дальше. Чирософы, интеллектуалы будут искусственный интеллект. Вы понимаете, как хорошо? Лекция самокат, а думать о искусственном интеллекте. Все? Ну, у самоката тоже может быть искусственный интеллект. То есть он уже знает, куда тебя отвезти. Вы приходите в администрацию президента, а там сплошные искусственные интеллекты. Вот какой-то. Понимаете, какой-то, да? И тогда вы будете ценить, вот, что человек скажет, вот, ну, а что, ну, сделаем там, ну, распорядимся. Лучше искусственный интеллект, чем естественная добрость. Вот это уже фраза дня. За лучшую фразу дня. Да, это... Но только не говорите это на собраниях активов народского и прочего, потому что заподозрят вас в антисоветской агитации пропаганды, да? Ну, еще очень важный момент, это вообще-то подрывает, если хотите, подрывает и основы бизнеса. Абсолютно. Потому что у нас бизнес ориентирован на развитие потребительского общества. И это высокие продажи, рабочие места, зарплата, производство товаров и услуг. Так же? Да. А на самом деле-то, это, в общем-то, ну, такая цель, которую уже прошли все. Уже потребительство. Кто вообще ходит с удовольствием по магазинам? Я ищу. Да. Я ищу. Ходит. А тратить-то нечего, да? Мужчины, мужчины ходят в автосалоны. В автосалоны. А, ну, это есть у вас машина старая, если новая, я купил себе новую машину. Ну, когда выбираю. Уже никуда не... Уже все, забыл. А тут же вот пойдут сейчас электромобили, и все. А что будут делать специалисты по карбюраторам? А механики, которые занимаются насосами высокого давления, что они будут делать? Двери обучаться. Я думаю, они все должны повеситься, и, так сказать, им места нет в этом новом обществе. Ян Сеорджич, а прокомментируйте, у вас есть еще там тезис формирования новой экономики? Ну, так это экономика человеческого капитала, и все. Это абсолютно... В чем смысл? В том, что главным генерирующим фактором является знание. То есть вообще на сегодня деньги надо вкладывать не в строительство, на комплексы, а в университеты, школы, в любые учебные заведения, образование для родственников, в науку, в ведущих ученых. Поэтому вот дали бы миллион долларов Ярославу, что он в магазин пошел бы, покупать новые трусики, да? Ну, вот любому ученому, если... Это, кстати говоря, моя практическая концепция, я считаю, Академию НОК надо переводить на персональное финансирование. Есть ученых, там, 100 человек, 150, которым надо давать деньги и никакого отчета. Вот дали мне миллион долларов, и вам говорят, а вот пиши, что хочешь, предлагай, что хочешь. Ни один ученый не будет эти деньги запускать на какую-то ерунду. Не будет. Нормальный ученый, он вложится в то, чтобы создать, так сказать, интеллектуальный продукт, и это первая мысль. А вторая, никаких отчетов. Вы представляете, никаких отчетов. Никогда. Как? Никогда. А зачем? Если ты сделал, все это будет видно, пожалуйста. Ты, если экономист, ты сказал, вернее, ты сказал, ты предложил, что надо убрать НДС. На одной странице НДС является признаком экономики вчерашнего дня. Так или нет? Да. А чего такие робки какие-то? Ярослав, когда говорил, все шумели, что... А тут прямо НДС – это признак вчерашнего дня. Да. НДС, он вообще уже исчерпал себя. А какие налоги можно ставить Белоруссии? С оборота. С оборота, конечно. С продаж. Вот. С продаж, без продаж там. Скажите, а брать такую пошлину за участие в автомобильном движении – это экономически здравое или это идиотское? Это сакральная вещь. Это все-таки. Я вам хочу сказать, что в каком-то 90-ом году ко мне обратились мои коллеги и сказали, ты знаешь, надо что-то такое придумать лично для Александра Григорьевича, чтобы ему понравилось, что было сделано. А где-то за несколько дней до этого я пошел платить за дороги эти налоги, а там сидели тетки в ГАИ, это еще ГАИ НДС, и стояли дядьки все потные, тетки злые. И они считали, там у нас 1696 кубиков, они эти кубики умножали, значит, на эту ставку налоговую. Такая толпа выросла, ну я зашел, думаешь, ну они идиоты, я же не идиот, конечно, правда, но они идиоты, они считают эти кубики там, 8-2012. Ну я говорю, ребята, сегодняшнего дня, я там написал предложение, что как это так, когда берется налог с ветерана войны, который едет по сельским дорогам на своем мотоцикле Харлей Дэвидсон, да, по разбитым дорогам, и какого-то сына, какого-то банкира, который на Порше катается по Минску. Поэтому надо включать налог на автомобиль, автомобильный, в бензин, цену бензина. Написал там, еще пару там, пару саблей развесил, что мы должны относиться, так сказать, к тому, кто действительно потребляет наши дороги, там их размалывает, портит. И все это сделали. И причем сделали буквально там за месяц, не больше. Поэтому мы поменяли цены на бензин, а уже отменить забыли. Так, ну опять вы недовольны, собственно. Поэтому я предлагаю дальше. Все, страна переходит на электромобили и бесплатная зарядка. Последний аргумент Министерства финансов, почему нельзя включить налог на допуск, ну то есть сбор. Пошлина на участие, пошлина, на участие вообще, вообще термины. Почему нельзя включить ее в стоимость топлива? Да. Только не смейтесь, это Минфин сказал. Потому что топливо покупают также для бензопилы, газонокосилов. Я знаком с их точкой зрения, в принципе, единственное, что они, часть из них, сотрудников Министерства финансов, учились у меня, были студентами. И надо было их драть, как сидовых кросс, понимаете? Там, где ставят тройки вместо двоев, они подъявили, я виноват, я виноват, я виноват. Я вам честно говорю, что они все выбились в люди, все. А отличники, отличницы, все вот, ну как были, так и остались. Там вообще сумасшедший дом. То, что они пишут в качестве аргументов, а то, что они предлагают. Будут стоять видеокамеры, снимать, начать, те самые, автомобили, потом тестировать базу. Кто заплатил, кто не заплатил. Ребят, ну вообще идиоты, зачем же? Это чисто экономическая задача. Как изымать, так сказать, на тот или иной проект, как изымать деньги. Исходя из потребления, то есть, да, съем больше мяса, плати, да, бензин больше потратил. Тут вообще даже нечего обсуждать. И если кто-то говорит, вот как это, бензопилы, просто, мало ли, застрелить на месте, и показать, что по телевидению, что был убит на месте за введение в заблуждение широких масс населения. Да? Если еще, если позволите, Леонид Федорович, ну а по поводу пошлины за участие в дорожном движении. Указ, который легитимизировал эту пошлину президентом нашей страны, до сих пор не подписан. А зачем он был? Это протокол обычный. И юристы пытались найти подписанный экземпляр, обращались и в том числе в наше национальное собрание. Нигде никто не предъявил документ, который подписан был президентом. Везде есть копии, в том числе консультанты плюс, везде, везде, во всех правовых базах, в которых отсутствует, как таковая, вот эта протокольная надпись внизу о том, что там присутствует... Да, но он же не последний дурак, он же читал мои предложения еще в каком-то там 93-м или 95-м году. И убедил, он сделал сразу. И что вообще, так сказать, тут обсуждать? Это легко, совершенно, это абсолютно простая вещь. Абсолютно простая вещь. Поднять цену бензина, ну, ребят, ну поднимайте. И когда меня спрашивают журналисты, я говорю, вот опять на бензин поднимается. Это плохо, скажите, как это скажется? Я говорю, это великолепно, ребята. Поднимайте цены на бензин, тогда электротранспорт будет выгодным. И тогда у нас исчезнут эти машины на дистопливе, на бензин, которые загрязняют. Я говорю, понимаете, это экономика. То есть возникает новый продукт, новая услуга, новый товар, и он будет, старый товар, он будет ломаться, крушиться. А новый товар придет, придут электромобили, приедут, представляете, к нам. Дмитрий Федорович, а как бы он использовал средства вот этого фунта? Куда поступают протяжи, якобы, пошлины за участие второго движения? Нет, ну там есть, нет, этот вопрос я изучал. Есть такая организация республиканская, Белавтодор. Им туда эти деньги сбрасывали, по крайней мере, напрямую, где-то сумму примерно аналогичную. А тут я уже вообще рассердился и пошел дальше. И я уже пишу, что вообще, что за идиотизм брать с людей деньги на коммуникации? Давайте тогда будем брать деньги за освещение, за фонари и прочее. Любая страна, Адольф Гитлер был не дурак, он же дороги построил. Почему он у нас строил? Потому что это развитие страны, автобаны. Почему кто-то развитие дорог должно зависеть от каких-то автомобилистов? Это инфраструктура страны, это скорость, это безопасность. Это вообще должно делаться за наши бюджетные деньги. И стратегически это важно. Никто-то там заплатил, не заплатил. Вот они не платят. Сколько там? 30-40 процентов. Андрей, 70 процентов. Вы платите на сошенную часть в автомобиле движения? Я закон послушал. Но самое интересное то, что я тоже анализировал, да? Что, как правило, спустят неплательщики в этой налоге, являются бизнесмены. И самые бедные люди. А как правило, больше всего платят на путь? Они дима считают. Более штраф заплатить, чем кошель. Я разговаривал с офицерами, которые ходят часто не в форме. Они говорят, Федорович, у нас не властное соглашение с гаишниками. Они не берут судейских, не берут с ментов деньги и не берут с спецслужб. Они нас не трогают. А остальных там, ну, пускай, раз ты не милиционер, раз ты не офицер, тогда и не рыпишься платить, да? Ну, я говорю, это абсолютно, это не просто какое-то пожелание. Это экономически обоснованная мера, чтобы транспортные сети, дороги, они все финансировались из общего бюджета. Это стратегия, да, может быть, одна из первых затрат на коммуникации, там, интернет и прочее, прочее. Полинцевич, может, о какой мы налогах? Вопрос чуть-чуть в сторону. В мировой практике есть налог на роскошь. Что вы о нем думаете? Ну, я считаю, что, вот, скажем, если вы в Англии, а вы были в Англии, а в театр не ходил, небось? В Англии нет, был. Был. А вы получали, когда билет в театр покупали в Великобритании, там еще на корешке такая штучка написана «Акциз на роскошь». В Англии в театральные билеты включается акциз на роскошь. Бриллианты, яхты, а ходить в оперу, в оперу – это роскошь. Что такое? Кто ходил в последний раз в оперу? Поднимите его вот на прошлой неделе. Он за всех ходит. Андрей, вы не можете напеть, что вы слышали? Аида была. Аида? Хор рабов, да? Хор рабов великолепный, меч Маилии. Да, это чушь. А, например, уже выведено налог на развитие инфраструктуры. Да это чушь. Дело в том, что налоги должны быть достаточно быстро, автоматически схватываться. И самый лучший налог, конечно, это налог на продажу. Если так посмотреть и прикинуть, то есть в автоматическом режиме вы сделку совершили, он ушел, он больше вас не волнует и прочее. Налог на доходы тоже в автоматическом режиме. Получили деньги, так сказать, ушли. Я так далеко теоретически еще не зашел, понимаете? Я буду думать. Из уст женщины налог на продажу, да, звучит кощун. Какая ты была чувственная женщина, но тем не менее, сколько ты попросил, значит, столько у тебя есть. У меня было жуткое предложение, когда... Я согласен, можно делать любые налоги, в принципе, особенно для женщин, для женщин. Я предложил, так раз, белорусы внешние долги 40 миллиардов долларов, так. То, скажем, ребенок родился, вот, приходишь в роддом, тебе выносят мальчик или девочку, мальчику розовым, девочку, нет, девочку розовым, знает, да, мальчику голубому. Вот, и заодно выходит такой дядька где-то, вот, говорит, указом президента, с учетом того, что каждый человек в Доларуси должен 4 тысячи долларов, а вы родили еще одного, то налог берется с вас, с папой 4 тысячи, с мамой 4 тысячи долларов и с ребенка 4, и того 12 тысяч долларов. Вот, плати и забирай ребенка, да. А как это? А реально так и происходит. Реально так и происходит. Сейчас еще налог на флешки, на авторское право, 25%. Правильно, нечего тут писать авторское право. Сиди, молчи, и все, деньги получают. Ну, берем, там, национальный центр, в армии собственности, да. Немножко теперь поменяем, так сказать, логику рассуждения, вот, какие идут с движением, если посмотреть на мировое сообщество, это, в принципе, очень интересная вещь, это движение, аксиологических векторов, то есть, ценностные. Здесь есть и стахастика, и скаластика, то есть, стахастика. Сегодня мы строим свинарники, завтра мы, завтра что, мы запускаем спутник новый. Комбайн на газу. Комбайн на газу. Первый, первый комбайн на газу. Вот эти, я просто вдохновляюсь. Я опять вдохновляюсь, потому что, что ты это не придумаешь? А мое любимое изобретение было где-то в 14-м году сделано. Это обратился в военную комиссию при государстве батюшки, обратился какой-то изобретатель, совершенно новой, так сказать, вещью, новой конструкцией, которую он назвал свинтопрульный пулемет. Вы этого не слышали, потому что это секретная разработка была, которая хорошо, что не зашла до применения. Вот этот свинтопрульный пулемет. Я часто называю нашу номенклатуру, что она еще, плюс к этому, имеет свинтопрульный аппарат. В чем смысл свинтопрульного пулемета? А это передали авиаконструктору, по-моему, Антонов тогда был, Литуполев, сейчас не буду. И смысл того, что изобретатель предложил, каждые пульки ставить сзади пропеллер, и когда стреляешь из пулемета, а немцы пустили и прит, и газы, то пулька летит с пропеллером, и пропеллерами отгоняет эти газы на немцев. С винтом прет, понимаете, свинтопрульный пулемет. Можно вернуться и сейчас к нам, в Белоруссии, к этой идее. Как управлять погодой. Наши бизнесмены предлагают сделать свинтопрульные пулеметы, свинтопрульные пушки. Финансовые директора одобряются. Им это нравится. Им деньги списать куда-нибудь, да? Дальше, аксология перемен. Здесь довольно-таки большая тема, сложная, но вообще идет борьба за эти ценности, за приоритет. Скажем, вот у Горбачева. У Горбачева была великолепная аксологическая схема, это, так сказать, предотвращение мировой войны и прочее. Я был знаком с Александром Николаевичем Яковлевым, вы знаете, архитектором Перестройки. Хороший такой человек, порядочный, так сказать. Вот, кстати, я стажировался в полумбийском университете, за что его многие считали шпионом. И он мне рассказал историю, что когда Горбачев встречался в Рейке-Арике с Рейганом, то наши, то есть Горбачев, предложили прямо Рейгану, давай закручим соглашение между СССР и США о том, что мы полностью убираем ядерное оружие, заключаем соглашение о том, что мы стратегические партнеры и все, что будет происходить, все оружие, ядерное и прочее, мы договариваемся о наших равноценных и прочих... Не, не только паритетов, вообще новую страницу в истории. Мы дружим, мы, так сказать, все. А против чего можно было объединиться? Вы знаете, очень большая угроза, это, конечно, астероид и все остальное. Интересовался темой интересной. Вот, и тогда Яковлев сказал, они предложили это Рейгану, он попросил время, чтобы далее подумать, где-то ночь подумал, на следующий день он приходит и говорит о делегации, Яковлев там был, он все рассказывает, что взять сперклю, и Рейган сказал, вы знаете, идея великолепная, я бы пошел, но у нас есть наши партнеры, Европа, немцы, англичане и прочее, они это все будут интерпретировать, как сговор двух сверхдержав. А так, наши были согласны. И это, кстати, сработало. Но так вот не сработало, то, ребята, основная фантастика, да? Вот, а теперь вот, пожалуйста, Трамп, вот, опять сделаю цель. Знахальный трампизм. Ну, сам термин трампизм появился, и он мне вообще представлялся таким, каким-то добрым, милым, так сказать. Ты трампист или не трампист? Кто мы? Вот и слава, и слава. Ну, новое общество, виды и видения, виртуальная жизнь, интернет, потеря смысла, бессмысленно ожидания. Ну, это, наверное, вы это чувствуете, это и есть. Так, теперь новое перестроено на постсоветском пространстве. Это уникальная вещь, постсоветское пространство, потому что даже во времена ЦК КПСС и КПСС как-то было более прилично все. Я помню, у нас много всегда было слухов о том, как номенклатура живет, спецраспределители и прочее, прочее. Ну, те, кто не знает. И меня пригласил мой старинный приятель, у него отец был министром, он пригласил в городище на дачу. Вот городище на... я думал, сейчас там будет разложение номенклатуры, там будут эти самые какие-то гневики, лица, там будет наглая, совершенно партийная, борзевшая номенклатура. А у них там на двух министров такой барак деревянный, у одного с одной стороны вход, у другого с другой, там у этого три комнаты, у этого две комнаты, печки обычные, которые топят, так сказать. Ну, стоял унитаз, это еще. И все, ребята, и все, деревянный барак, министр, где... А теперь министр, где-то... Они стали дроздафилами, в дроздах они там все разводятся, вот, и там у них дома, и уже продают где-то за миллион евро. Понимаете, как вот это сравнивает советских там партийных номенциатурщиков с нынешними, это просто земля и небо, так сказать. Это были скромные, в то время были скромные, простые люди. Вот. Коллективный Брежнев. Ну, смотрите, я перестал. Путин пенсионер. Пенсионер, военный пенсионер, простой пенсионер. Ну, я говорил про Назарбаева, он вообще... Как его называют? Он уже в городе. Елбасы, да? Елбасы, да. Понимаете, слово вкусно? Произвести, чтобы не вырубаться. Елбасы он, елбасы. И дочка у него, а дочка у Назарбаева была директором Института политических исследований, такой независимый, НЖО. В свое время был в Казахстане, мы встречались на конференциях, она приезжала до Рига. Она, что-то, приезжала, и при ней носили такой железный такой чемоданчик. Ну, я помню, в лифте еду, а там молодые люди несут. Ну, дальше баксы бежите, да? Смутились-то. Чемоданчик, это мальчики, где-то чемоданчик, так сказать. Ну, что сделаешь? А теперь она по его пути пойдет где-то. Хотя ее мужа осудили, там он стал вот таким... Ну, дальше Елбасы, Александр Егорович тоже был. Вы знаете, оказывается, он пенсионер. Да неужели, да? И вот это вот пенсионное трио, трио пенсионное, и там, и там, и там, они как-то еще пыжатся. Они еще... Ну, я помню, я вспомнил, с меня 60 лет. Было такое. Давно было, еще в прошлом веке, наверное, а может, позапрошло. И принял простое решение. Был заведующий капитал, и там, проектор, и там, в лаборатории. Я говорю, все, вот, есть ребята, я подготовил, они будут эти должности занимать. Все, хватит, так сказать, нечего тут цепляться, бенеты, работать там, сидеть. Да пошли они все нафиг, так сказать. Причем, я не знаю, как вы, но мне коллективные кафедры, эти все ученые советы, они так достали, просто это же какой-то ужас, самоец там, они какие-то все, все что-то там, инфаркты получают, друг друга. Стал проректором, стали ко мне приходить, даже не знал, все приходят, и друг на друга стучат. Вот, у этого он так взял, в лаборанку взял занятую руку. Этот вообще, у него вообще неправильное все в жизни. Этот, этот время ворует, он не в библиотеку ходит, он и в баню ходит. Я говорю, боже мой, зачем это все? И приходят, и знаете, как-то смотрят в глаза, вы же понимаете, что да, вот это же надо, это вообще, они взамен что-то хотели за эти доносы? Они, они хотели быть в доверии. Это же, вы знаете, есть мошенница, на доверии, да? Я, наверное, был как этот самый, мошенник на доверии. В общем, ну, стыдно было, потому что, я не ожидал, что столько, в научном мире, столько людей, как-то вот, а оказалось, они больше, чем в обычной, потому что, доярка не пойдет, но доярка только водой разбавляет, маленькой водой разбавляет волокон, ну-ка, это же нормально, вода-то хорошая, хорошая вода наша, пускай пьет, да, нормально, а тут такое пошло, вот. Ну, финиш демагогии, на мой взгляд, это финиш уже, потому что они все как-то вышли из, вышли в тираж, они пытаются, там, этот на лошади катается, этот косой косит, а что Назарбаев, я не знаю, что он там. А Назарбаев, это уже, но скултан, уже город. Может, это представительство? Мысль, а мысль убивать не я. Ну, знаете, а может быть, у нас тоже Параминск переименовать, так скажи. Усть, Лукаш. Александрия. Александрия, тоже хороший, Надо подавать предложение, конечно, куда-то. И тут вообще, я, конечно, поступающих назвал «транзитивные свистки элит». Что это такое? Вот Ярослав Вячеславович, это единственный человек в Белоруссии, который говорит, а вот как нам достичь 100 миллиардов долларов БВП? Ну, никто из них там, ни этот Сережа, премьер-министр, ни Паша Блаванова, банков банков, никто там, ни этой волейболистка, которую в администрации возглавляет, никто. А тут, Романчев говорит, надо предложить, и вот меня спрашивают, надо что-то сделать, чтобы было 100 миллиардов. Ярослав Вячеславович. Ну что, возьмите, напишите на бумажке 100 миллиардов. А дело в том, что если, но об этом особенно не говорю, если посчитать, что вот в этом году ВВП даже будет меньше, чем в прошлом году. А они к 100 миллиардам хотят. А было вообще 75, 77 было, да? 78 с половиной было. 70, видите как, вот вчера говорил 77, сегодня 78 с половиной. Человек сидит и считает, да? С дороги собачка чуть-чуть подросла. Да, но, это хорошее дело, конечно, но я считаю, что 100 миллиардов это просто свисток такой. А вот сказали, вот, ну, 100 миллиардов, 100 миллиардов, ну, так, что там еще? А, много жертв аграрного геноцида, это да. Это серьезная вещь, я думаю, у нас есть куропаты, у нас есть хаты, теперь надо, которые создать памятник погибшим от руки номенклатуры коровам. Памятник же уже поставить коровам. Коровам? Коровам стоишь. Это на возе, это на возке. Памятник поставишь? А вы хорошо знаете памятники? в Белоруссии. Вы знаете, что в Белоруссии есть памятник яйцу? Яйцу. Угу. А где он? Это пятый вопрос. Сегодня что? Да, экзамен на них. Ладно. Зайдем в пристань. После 100 граммов водки расскажу, где он стоит. Поедете и будете трогать. Это уже неинтересно. Сколько христиан, сколько мы Ярославом рассказываем. Вот интересная вещь по убийствам. Потому что мы воспринимаем нашу жизнь достаточно позитивно. Но если посмотреть на то, что происходит по всему миру, очень трудно всегда скрыть статистику убийств. То есть вся криминальная статистика, можно замаскировать статистику изнасилования. Вы знаете, что на первом месте идет Швеция по изнасилованию на 100 тысяч человек. Знаете, да? Там изнасилование считается, если жена не согласна. Конечно, вы не согласны. У нас это считается... У нас считается, что если девушку изнасиловали, то это не преступление. Я говорю о том, что является изнасилованием в разных подходах. действительно хорошо. Все, вечером расскажете. У меня такая была мысль, где-то говоря, об этом спросите. Сейчас надо спрашивать, яйца за границу спрашивает, Мэри, ты согласна иметь сексуальные отношения со мной? Я вот сколько раз... Ну, не получается у меня этого, понимаете? Если она в процессе беретная для меня, я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Скажите, кто из вас поступал по этим шведским и прочим правилам? кто спрашивает... Кто спрашивает... Причем... Смех хороший был очень отдачный. Вот. Причем это спрашивать должна и женщина, и мужчина. Дорогой мой. А меня ни разу не спрашивают. Понятно? Так что, я могу теперь продавать? Что из каких игрок? Анекдот, слышали? Это для взрослых. анекдот, когда усыновили мальчика из Беларуси, усыновили в Швецию. Усыновила пара не гетеросексуальная, а пара мужчин. Не слышали? Нет? Ну, вот, усыновили мальчика. А дядя, который его в семью привел и сказал, ты утром должен спросить родителя номер один, будет ли тебе приготовлен завтрак. Но смотри, не перепутай, не родителя номер два, а родителя номер один. Мальчик спал, спал, по-другому. Кто из них номер один, кто из них номер два? Из Беларуси был мальчик. Устром постучал к ним в спальню и закричал, эй, вы пидорасы, выходите строиться, на первый, второй рассчитайся. Как хорошо отреагировали. По убийствам, куда ехать не надо? Ну, это лидер Венеселла, на сто тысяч пятьдесят шесть кондурас. Опять нас беспокоит кондурас. Вот, Ямайка, Лесота, вообще Лесота никогда не подозревали. А Ямайка, боже мой, Ямайка это же. Что они так убивают друг друга? Вот, дальше идут. Это наши, Беларусь, 358, Украина, 634. Ну, любят и не убивают друг друга. Ну, что сделаешь, так сказать? Россия, это там вообще уже, а никого не убивают, ну, есть несколько стран, к ним относят Ватикат. если хотите жить спокойно и не бояться, что вас из-за угла убьют. Он из-за Ватикана не выходить в Италию. Вася, ты чего строишь круглый дом? Знаете, этот, не тут, да? Не будет боюсь. А ты хочешь, чтобы меня из-за угла убили, да? Теперь по количеству убитых. Больше всего людей убивают, как ни парадоксально, там, где много обезьян, там, в принципе, с ними разбирались, до 61 тысячи, потом Индия, ЮАР, ну, ЮАР, да, Россия могла убивать, в Украине поменьше, Мексика. Ну, в Мексике можно понять, горячие парки, все эти, такие, карты. Но, девушки, будьте осторожны с мексиканцами. Очень видите, по статистике, для нас это бразильцы, индейцы, мексиканцы, с Украиной тоже надо, ну, русских я уже не говорил, а Беларусь, сабсимирована, подумаешь, 340 тысяч. А, вообще, вот, испанцы интересные. Вот, убивают. Испанцы? Ну, меньше. Но они, вы знаете, у меня такое впечатление, что, скорее всего, они просто пугают друг друга, а на самом деле, ни пистолетов, ни ножей не вытаскивают. То есть, они как наши фабзайцы были, помните? Или гопники. Гопники же не убивали, да? Разбивали. Кто это сказал? Я сказал. Ага, он знает, вот он как прорвался в гопсок, да? Убийство. 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 Уже хватит про убийство. Да? Хватит. А нет, это потребление наркотиков. Потребление наркотиков. Ну, все, надо... Я здесь только вот, что хочу сказать. ничто. Во-первых, в золотом стандарте он придет. Он придет, как глоток чистого воздуха, никуда мы не денемся, это придет, это будет. Давайте, золотой вы мой, конечно. А в Одессе бы сказали, ну что, он у нас и до сих пор не уходится. Тогда, дорогой мой, дорогой, ответьте, а что, почему килограмм золота? Ну, кто знает, сколько стоит килограмм золота? стоп, стоп, можно... Килограмм в американских долларах. Американских долларах. 48. Молодец. Вот, понимаете, человек... Хорошо, молодец, хорошо. Хорошо, срезал, как вы... А человек собирает деньги, правил, вероятно. Он не спрашивает. Кстати, в Белоруссии можно покупать в разных банках по разной цене золота. Абсолютно. И какое надо покупать? Ну, вообще, не вижу. Я буду... Я буду заканчивать, я буду заканчивать. Значит, какой общий вывод? Общий вывод какой? Экономика и интеллекты. Денежные системы на золоте. Золотой человек становится уже не синонимом, а правдой. Вот. Убивали, убивать и будут, но у нас немного, жить можно. Что еще? Какие еще выводы? Главное в этом мире это наш интеллект. Вот. То есть, ребят, ни коровы, товарищи бизнесмены, ни торговля, ничего, а развитие интеллекта, суммарного, интегрального интеллекта, это просто в Белоруссии не понимают. Ума не хватает. Ну, я пишу об этом так, что, вы знаете, по личному опыту, те, кто там правительствуют, они были троечными. Поэтому им крайне невыгодно, если это будет главным критерием. Вот страшно они возмущаются. Мне приносило несколько министров дипломы, показывали. Отличники, не троечники. Владимир Николаевич, ну так все, выступить, расскажем. Мы же их пригласим тогда. Пригласим отличники. Троечники, даже вот нет. Это действительно красные дипломы. Есть, наверное, но то, что я вижу по своим студентам, я, вот все отличники, все карьеры свалились. Ничего не получилось. Так? А троечники все... А троечники не боятся, что это ошибки, они поэтому улучшают и больше известная экономия. А вы им учились троечникам? Нет, это красные дипломы. У вас красный диплом, да? Ханаба. Ничего в жизни нет. Я знаю, что такие отличники. Я знаю, что покровцы будут, или же хватит. Все, спасибо большое. Спасибо.